на видео распаковка одного из последних поколений bluetooth ресиверов компании югрин коробочка не дешевая но обещает быть весьма качественный в плане передачи звука поддержки разных кодеков всякий случай список характеристик что они как бы на сайте на алиэкспресс почему-то все детально не пишут брал ее на самом деле подключение к технике apple так как она поддерживает кода кэси ничего другого apple не умеет он не лос лос но вроде как сопоставим с аптекса с обычным картридж немножко плодут это как бы самые минимальные самые дешевые комплектации из тех ресиверов которые поддерживают aptx в комплекте идет два провода один джек три с половиной просто джек джек такой вот кстати весьма неплохого качества не знаю как там если какая-то экранировка внутри но внешне выполнен неплохо даже с претензией на позавод какой-то на проводах ну это как бы питающий кабель micro usb то есть до type c они еще пока не доросли это как бы не особо не принципиально плюс еще один micro usb проводочек в коллекцию но собственно сам ресивер вот так вот значит снизу и били ничего особо нету даже такое ощущение что модель конкретно не указано тут есть какие-то цифры 10 по моему все таки не модель здесь коробки то не написано да вот этот номер модели 40 759 а здесь какие-то совсем другие цифры 211 190 314 вот у коробочки есть два входа два вида входов которые внутри просто запараллеленная и вход micro usb все кнопка спаривания внизу небольшая резиночка которая как бы предотвращает скольжение по столу сейчас проверим сопряжение ресивера с макбуком и вывод звука на колонке аудио энджи на 2 плюс колонки из коробки они умеют bluetooth встроенного его там нету в этом поколении вот имеет просто аналоговый вход коробка соответственно нет аналоговых значит что делаем сначала запитываем и вот он появился номер модели 40 759 и на всякий случай может быть быть полезно там если проверять на подлинность коробки с меня что-то все одинаковые сзади повторюсь не написан номер модели так все как бы ресивер сопряжен выход аудио нацелен на эту коробку чай на кустику стоя на кусту стоит также заметить что по умолчанию кодеки отличные от sbc в mac os не используется поэтому нужно запустить специальную программу называется bluetooth explorer вот она запускается вот так вот без всяких окон нам нужно зайти вот в меню tools audio options и здесь выбрать нужный кодек либо ac либо aptx но в случае с маг как бы вроде судя по обзорам считается что есть и более качественный поэтому включаем его программу можно закрыть эти настройки сохраняются после перезапуска дальше если мы включаем player с какой-то с кем-то треком нажимаем option кликаем в меню bluetooth видим здесь дополнительные детали вот и для этого конкретного устройства сейчас выбранного как для воспроизведения видим что активный кодек ac если это настройки не сделать здесь будет sbc небольшое сравнение внутреннего устройства старого и нового ресивера ugreen оба из них построены по весьма похожий схеме схема техника ну можно сказать вообще абсолютно одинаковые вот оба основана на qualcomm овских чипах значит новый реализован на чипе qualcomm qc 3008 qc 3008 старые на чипе сесара 8635 и и тот и другой достаточно популярны на алиэкспрессе полно разных вариаций модулей на их основе чипы являются как бы и соусе оса система на чипе и работают только в режиме приемника вот имеют значит аналоговый выход то что как раз используется на этих на этих модулях и также имеет цифровые выходы с разными цифровыми интерфейсами которые ориентированы на подключение например к внешнему цапу но вот конкретно здесь это никак не реализовано то есть здесь цап используется и там и там встроенный в сам этот qualcomm узкий модуль вот если посмотреть на платы то видно что как бы схемотехнически они вот абсолютно одинаковые то есть все компоненты вся обвязка находится ровно на одних и те же местах то есть разница только ну так скажем в поколении вот этих вот сами на самых основных чипов вот значит новые которые кисиси 3008 поддерживает значит bluetooth версии 5 старый 4.1 на старом общении поддерживается никакие кодеки кроме sbc ты самый базовый bluetooth кодек то есть не поддерживается lossless кодеки не поддерживается aptX aptX ll вот этого всего нету вот значит на новом это есть на новом также есть кодек эйси который поддерживается с которым по сути работает техника apple то есть с того же самого айфона никаких других альтернатив кроме и си нету ну если не считать как бы дефолтной sbc вот с макбука в принципе можно заставить mac транслировать в кодеке aptX но вот судя по отзывам говорят что как бы aptX на самом деле не дает никого обычный aptX не дает никого прироста по качеству и если это интересно то лучше использовать айси вот если посмотреть на корпуса они абсолютно одинаковые то есть вот я не знаю сколько тут между этими ресиверами разница там года три наверное в моделях да но при этом у них вообще ничего не поменялось единственное что вот на новом значит есть маркировка снизу старый снизу был вообще совершенно пустой внешне да тоже тут есть небольшая разница там дизайне логотипа на новом зачем-то логотип bluetooth добавили собственно можно подумать что раньше это было как-то по-другому реализовано плату черную модную сделали да раньше была обычная классическая зеленая значит с обратной стороны платы ничего такого нету кнопка самая хардкорная большая разница еще в качестве отмывки флюса на старом флюса практически нет новая плата вся грязная значит по чипам как значит реализовано здесь вот значит основной чип система на чипе как они называют процессор радио модуль здесь вот прям на плате антенка видно будет здесь одна половина антенны с обратной стороны другая половина блютуз антенны находится значит рядом значит флеш память в которую записан идентификатор чипа и какие-то голосовые команды не команды а вот эти вот аннотации которые используются когда после спаривания там голос что-то говорит еще что-то в этом микросхемка это усилитель аналоговый для выхода на наушники и на джеке 5 или 3 и 3 вольтовый стабилизатор единственно непонятная микросхема на платье или это может быть вообще не микросхема это вот этот модулек который что любопытно имеет маркировку югрин на нем то есть то ли реально сами производит то ли с какой-то целью перемаркировку делают и в целом вообще не очень понятно чем он тут на этой плате занимается вот возможно по питанию может быть какой-то преобразователь но и что-то ног слишком много под такую задачу вот если вдруг кто знает напишите просто будет любопытно узнать чужие такое реализовали там и там используется одинаковые разъемы microUSB как я уже говорил и параллельно разведенные вместе с джеком RCA разъемы ничего такого хитрого цена не знаю насколько оправданная на мой взгляд цена завышена конечно на эти модули но убрать кота в мешке тоже не охота но убрать кота ваше положение но убрать кота ваше время не быть напишите ваше время не допустить но вот пока